мы находимся в вас секьюрити в чебоксарах это саня он вот ну главный придумщик грубо говоря этого проекта всегда я хотел видеть какой-то вот такой олдовый седан это повседневный автомобиль или это вообще не повседневный автомобиль это автомобиль очень тяжелый он добавил тонну автомобильный механик с завода это большая редкость для семерки 14 секций секций сороковки в багажник 14 секций на нас тут это не все у нас еще есть это хорошо у вас сколько apollo 6 apollo офигеть нашей сама на фронт у нас разместились 10 пар соло нео и 6 ст в 15 все максимально просто в 0 35 он каждый apollo в принципе играешь сейчас вы быстренько обливаем поджигаем я сверху болью от и через лобовую погоди димон если он без сигналки и у себя заберу этого коммерса наказать хотим или тебе бумер нужен ребята всем привет чебоксарскую пятерочку вам всем привет мы находимся в массе кюрити в чебоксарах ребята фанаты короче своего дела вот я думаю многие из вас их знают это саня он вот ну главный придумщик грубо этого проекта сейчас мы вам снимем вот эту вот крутейшую это бэха у нас x5 но она была x5 превратилась в семерку да не нашите ребят ну бэха семерка вы стопудово все знаете кто фанате этот автозвука это легендарный проект и сейчас мы вам сань подробно расскажем да конечно все ребят представляем вам эту тачку и Субтитры сделал DimaTorzok 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 ехали потом же в лазаревской мы катались на них же кайфовали до колеса бюджет наверно тоже занимает неплохо сколько это тоже 200 то есть весь комплект с резиной 200 до 200 то есть 50 за колесо грубо грамм за вторичку эта цена за вторичку нет новые новые колеса резина тоже что ли вторичка до резин тоже и резина вторичка в принципе и и надолго хватит если так вот именно но это так кажется по факту резин нам хватает два комплекта на один сезон нифига сколько это ввиду того то что у нас сзади ну развал так по моему у нас сзади 4 градуса спереди она маленького так что ли да из-за того что на широкие диски но стиль такой стиль но проблема связаны с массой один раз у нас лопнула подушка пневма да и машина падает и если мы вот эти колеса не сделаем что они будут убираться вовнутрь у нас просто выкидывается колесо и выкидывается диску и в виду такой массы если был бы сток в принципе может было бы сделать настоящий стенд к чему есть в данный момент мечта создать проект который будет станцовой и вот именно стенд вот такой прям развал хочешь прям большого нет я не хочу небольшой развал но я хочу чтобы вот эта часть с этой частью ограничила тоже на пневме да то есть и тачку поставил вот поставил и а уже поехал там добавил два сантиметра думаю достаточно будет для хода подвески вот идея была такая подкапотку багажник можно посмотреть конечно начнем наверно с подкапот давайте на подкапотку посмотрим потому что блин есть уже 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 кайфуешь вообще уже кайфуешь и вот это да у них смотри тоже такая такая ну ка взору мы готовы не были тут все обычно мне кажется в челябинске после мойки такая машина здесь как бы она после какое-то время эксплуатации это конечно движок стандартный в 8 в чем преимущество этого мотора еще то что он до рестайлинговый что у нас генератор стоят удобно на улице да грубо говоря потому что на рестайлинге генератор идет встроенный в мотор и в него идет водяное охлаждение ухты да вот такая система там его заменишь на получатом сложности есть там что-то обходить нужно и что передел здесь вот генератор стоит такой здесь стоит обычный дроссель не электронный до механический надежность принципе меньше вот этой механика это надежность получает плюс еще на механике что самый преимущество час на механике автомобильной механике с завода это большая редкость для семерки вот эти годов автомат много механики мало механик это вроде как такая комплектация которую вроде семерка иначе к никому не ну типа того да но в нашем случае это просто то потому что мне кажется автомат мы уже раз здесь бы чинить а тачку где вы купили в ульяновске так ну там тоже отдельная история ладно так один генератор здесь такой это халиков 370 и 2 халиков 370 за место стоит компрессор кондиционер то есть его там не должно было быть там кондиционер стоял мы его просто кондер и он как бы в принципе тоже работает на зарядку правильно как саша виних сказал кастрировали нормальную бмв бмв шники какие-то еще не выключили этот обзор да вот такие любители классики вот данный момент можете уже выключать эти люди кастрировали с классической семерки кондиционер изверги изверги садисты ну да типа доработка ну я думаю что это требуется в данном случае иначе смысла бы не было в такой бы акустической системе до чем тебе здесь идет это вот откуда провода это у нас с одного генератора 2 плюс идет сюда на дистрибьютор на дистрибьютор дистрибьютор где до переход также 4 плюса идут наши которые мы добавили в багажник и один плюс заводской идет он тоже использован но он там с другого там под центру кузова идет но дистик там находится его смысла нет рассматривать он где он прям внутри он уже грязно здесь получается аккумулятора у тебя нет здесь ничего даже багажник он по заводу да он по заводу в багажник но дистрибьютор этого же не было из этого не было то есть тот плюс который идет на аккумулятор он идет он идет он также идет все понял и вы добавили еще к вашему питанию от генераторов да все я понял от генератора статный плюс идет туда и 4 добавилось все офигенно а для фанатов боевым можем еще показать сюда масло облика чё можешь показать щуп могу показать что масло там я обычно же все тролли то чтобы это масло точно ну а покажи нет покажи ну да давайте посмотрим то есть я могу меня подсолнечное с собой могу добавить если у тебя нету вот смотри там очень полный почти да да все если чё подсолнечное масло добавляешь и также гоняешь проблем можно своего соуса налить так что все в порядке наверно да фанаты бы вы конечно ссыканут просто это просто ну тачка мне даже на я был где я не фанат вообще машин я общем просто автомобили таких там сейчас наверно покажем багаж да давай ну там тоже не все идеально так его пока не открыть но эта функция б когда ты трогаешься она вся у тебя закрывается ты разблокировал это да то есть блокировка он авто поднимается вот на этих штучек но здесь только доводчик стоит он же прошумлен поэтому тяжелый дать или он держится нет он держится весь свои фиксатор здесь ничего такого нет здесь все сток офигеть ну давай смотрим расскажи по питанию тогда именно он сам сами картинки мы наверно вам скинем вы добавить так так будет проще потому что часть запаски это у нас два ресивера блока лапанов управление подвеской получается вот это именно мозги все за заложено в части запаски и далее далее пошла как сказать первой секции титаната это 14 секций который сделан все в одном и 14 секций вверхов секций сороковки в багажник 14 секций на нас и то есть эти два геника их нормально питают тут это не все у нас еще есть это потом давай это находится еще четыре секции где ноги у пассажиров задние должны были находиться то есть внизу в тех местах в тех местах находится еще две тут две секции тут стоит у вас и на арно 18 секций ракового титана да если сейчас умножите на 20 тысяч рублей это получается у нас 360 тысяч рублей только в питании плюс два генератора пускай по 20 но они по 36 или по 32 70 еще 70 это будет у нас 450 тысяч ребят если хотите классную тачку питание должно быть по-другому но вообще никак но здесь не было бы смысл да ну то есть придут ребят скажут навали а ты пять минут включил и говоришь ну а сейчас у тебя сколько можно навалить хоть сколько но и займу целый день валим целый день валим и все нормально и все нормально уже под конец конечно просаживается да где-то там 13 и 8 13 9 не просто это не просаживается если ты возьми обычные системы начинаю с 15 и потом заряжать это на переде а потом мы уезжаем с площадки пока мы едем до какой-то ближайший кафе нет он сам зарядился сам я имею в виду вы его периодически делайте какой-то и мне вообще ничего ничего не трогает вот вот еще одно доказать что титанат это охрененно выгодные интересные аккумуляторы для системы вот валимы вот сто процентов я вот так же меня не надо просто стоит и стоит вот и все ну мы здесь заказывали у нас стоит вот здесь балансир на все здесь на 14 секций балансир стоит и там на каждой своей тоже по два баланса слишком много секций балансир тут нужен чтобы балансир это тоже бюджет это 50 плюс до специальный балансе специальный балансе то есть тут все сделано чтобы он именно эти 18 секций был это грубо реименной балансир для этого и в нам дел витя с маской black bass то есть black bass виктор если кому нужен крутой балансир да то есть пожалуйста обращайтесь он индивидуально все заказывают такие делают заморочить уже красавчик вообще это у вас для подместки да нет это вообще у нас 220 вольт здесь находится чтобы можно было что мы ездили в краснодар снимали клип нам нужен был дым включали машины кстати тоже была инвертор до инвертор на 220 дым машин у нас то есть он вывозит нормально вот как бы только для этой идеи он был установлен и также пользовался один раз ну может быть два раза скажи мне пожалуйста по проводам у вас провода бренд да только бренд только бренд вот он так тут все жестко закреплено да ну да ну вот это конечно уже отошло это уже как бы никому движуха отходит да то есть надо это маленькое вот всегда переделывать да чуть-чуть иногда тюра бренд нулевка получается ну прайдовская нулевка уже наиметь уже на медь да здесь у нас стоит хаб получается на 6 усилить варю офигенно только его его самый лучший вариант в принципе вариантов наиболее фонит ничего но нет вопросов никаких нет все приходит 11 входа и водит сколько хочешь выходов но в данном случае это по моему это 10 канальный хаб то есть на 10 каналов он возможен один ход и есть выхода и делать вот и делаю что хочешь согласовывание по гейнам на усилить хорошо у вас сколько apollo 6 apollo офигеть на 6 сабов ну вообще по системе да это пионер 99 5-й но в тренахе нас тоже он стоял мне нравится скажи огонь мне визуально нравится по музыке огонь звучит он про нас этим можно поспорить но визуально смотрю ну-ка давай-ка расскажи просто ничего поспорить в данный момент на рынке ты ничего не возьмешь а такого что было одна тушка там все было ну мне нужно три полосы мне не нужно 4 полосы вот а если что-то хорошим можно конечно очень текст людей где там уже карацерию можно взять сколько она стоит ну неважно сколько карацерию это бушный аппарат какой-то старый согласен тоже есть свои плюсы-минусы по звуку он лучше и будет чем 99 однозначно сто процентов но мы же не говорим как бы сейчас обыски да и поэтому мы нам должна система быть какая-то универсальная такая и удобная да мы не можем использовать даже больше места на даже мест нет для процессоров у нас но уже все 1 9 как бы это устройство компактная красивая и в принципе неплохо играющая один у тебя получается уже тогда три пары линейных выходов до используется всего 4 нет 4 не сужая ты не хотел бы сюда что не собрать нет не хочу категорично почему нет я не хочу не люблю такие вещи у меня как бы как бы строгий автомобиль максимально выдержанных стиля и здесь ничего не должно быть лишним и не в задних дверях не в этой вот это короче вот это нормально это это необходимость меня что-то необходимо сделать нет ну согласен но и тут уже что-то нужно чем-то жертвовать все вот и в любом случае может быть и да ну где я буду демонстрирует то есть демонстрирует на мой взгляд этот автомобиль удобнее так как делаю вот то есть открытые двери и сабы вальд и все окей давай по системе тогда рассказывай 99 пионер ты начал говорить как пока головное устройство 99 пионер на фронт у нас разместились 10 пар соло нео соло 6 нео их раскачивать нас на дошлачки громкие динамики у вас так говорят что насчет снащики то говорят наш на вас как плоско возрос 16 динамики 16 на наши значки 20 очки 20 ребята тоже сикова также цикки ну да нормально хотя на самом деле вы ничем не отличать вот если мы были в ростове там мы все долго бы рассказали про систему пашем батарейка закончилась в принципе то и так можно нормально вот играет все это пойдем сюда чтобы разбавить это пойдемте смотреть о чем идет речь вообще ну двери весить нормально стали но это причем на его стоит у тебя на штатных все все штатная ничего не провисово ну ребят него в этом и фишка их ставить они во первых громки во вторых реально они и весят немного и на такие двери если повесить филита ну мы вообще бы охренели то есть у тебя чисто динамики без руба до 10 пар и вот здесь тоже накладочка фотографию отправим вот здесь она изготовлена готова но мы не поставили виду виды того то что мы опускаем стекло и вот эта штука торчит здесь я не хотел этого но лично моё из них накладочка еще нет для твиттеров рупора h1 4 штуки все у нас усилийся стоит проводка вся выведена вы здесь даже дистрибьюция сделала здесь специально никто не смотрел я думал что этот кнопку что ли это коннектор что оставляется здесь тоже на коннектор все вставляется и ты поехал надо снял вы показываете автомобиль демонстрируйте иногда вообще никогда не показывали это все потому что даже не стали ставить в общем а тошу хотели делать хотели мы даже сделали сложные подиумы потратили на них кучу времени но тем не менее это не реализовали всем понял так в общем решили все это раскачивает хаос здесь тоже покажем здесь не красоту которую мы хотим четверки как уже второй год убрать вот этот весь хаос в общем 1500 с одной стороны на эту дверь с другой стороны на другую дверь и фр что-то надо на twitter ну как было twitter точно по факту сейчас питается только вот это да и второй там с другой 2 усилить до 2 усилителя на две калитки да то получается у вас по 5 динамиков он чего в 08 они играют пока динамиков на канал 16 на мост то есть мостом в 1 и 6 1 и 6 на калитку окей по этим 6 apollo и 6 ст 15 максимально просто в 0 35 он каждый я полу в принципе играю на каждый сапоги насилок до каждый сап без мостов без ничего просто карно вообще ребят слушайте ну блин да про пневму тут два компрессора это я вижу да я уже посмотрел это уже фанатам небо ну тут все выглядит конечно огонь но это и стоит денег она должна так выглядеть в принципе компрессоры принципе бюджетный я бы сказал это беркутер 20 доступные на рынке там ценник порядке не за на 10 12 не значит сколько стоит это на тот момент столько не стоили эти вопрос какой у вас она получается уже два года эта машина до 2 года 2 2 сезон третий сейчас третий сейчас третий сезон тот сезон особо да никак не прошел по идее ну мы покрасили мы в любом случае много то есть доработок сделали с ней и для себя мы сделали поездку на автобезумие и большое турне по россии так как краснодар там ростов там лазаревской прокатились и в принципе как мы сейчас на погнали тоже в принципе ну что давайте слушать хрэ уже трындеть я думаю трынешь никому и паши все вырежется не такой так чем она давайте покажу кулеры давай да кстати вот я и тут посмотрел ну кулер у нас лишь у нас третий сезон мы до сих пор еще не сделали выключатель выключатель тут вот так это это сложно да то есть вот это здесь кулер и и тут у них специально пластиковая штука то есть когда ты грузишь на площадке ты врубаешь я включаю это самолет подробно это хороший кулер да да это хороший идет в районе тысячи 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 200 такой за 1 суток поломается нет ни разу как лучше ну 3000 охлаждение у чулков это вообще бесплатно причем а так шумно как бы да ну-ка например хочется валить и использовать машину вот в красивом виде что она закрытая такая дает не раскрытая ну понятно что в жару получается необходимо уже открывать этот багажник необходимо открывать капот что ну крайне не хочется хочется охлаждение было до этому кулеры есть и они помогают ну да ну и как бы не слышно сейчас вообще офигенно то есть вот ты можешь по городу валить кататься и ну тихо ну тихо погнали включаем машину и они сейчас нам не нужны правильно они нам принципе не нужны мы их просто включили чтобы продемонстрировать давайте теперь про закрывание вот петля вот все просто соответственно давайте попробуем закрыть и соответственно но здесь доводчики ну как бы эти один раз вниз нажми и все а это это двойный может броня это брони брони стекла это завод а лобовуха бронь лобовуха сток прям сток прям сток ничего вообще не колбасе что ли мы сейчас распорку сняли мы пока вот тестим без распорки а так в прошлом году сломали и смотри ты мне сильно громко не врубай ну именно как валить просто приятно что нибудь потому что ты вытачка может где-нибудь пониже ну что такое очень ветреное все ребят ба не нихуя по-рубай кайфовенько тогда один когда а что-нибудь помощней сейчас включим девчонок волосы трясутся везде наверно специально отрастил на нашу девушку электрики делать когда девчонки девчонки не походят стесняются да нет это я на себе витяка что-ли обработка треков Бай, разыпаю. Мой русский трап, ты думал, это будет так, медведь на велике будет водяру разливать. Что запахло? Тут уже посерьезнее, да? Что запахло? Слушай, ну реально тут летаешь, короче. Кто видел, если друзья эти, когда летают в космос, и типа у них камера, да, там какая-то, помнишь? Ну типа невесомости хотят побывать. Надо собрать тачку, это будет дешевле. Но вы побывать в невесомости забываете, просто сидишь. Ну кайфово. Сань, слушай, круто вообще. Ребят, круто вообще, поэтому ищите, кто будет проезжать на юг России, заедьте в Чебоксары. Парня, поверьте, блин, тут огонь. Пацаны классные, позитивные вообще. И эта тачка у них здесь стоит. Бумер в самом сюда здесь стоит. Да, бумер здесь стоит, его может включить любой, да? Любой шарит или только ты врубал? Нет, включаю его только я, в основном, когда здесь я, я всегда мотк. Да, значит, Саня должен быть, если что, звоните, он приедет обязательно. Послушайте эту тачку, классно. Мы сейчас послушали, сейчас мы вам еще покажем переборки. Не, я нихуя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ну что, Саш, давай пожелаем ребятам, любителям автозвука что пожелаешь? Да, самое главное, наверное, достичь, если у вас поставлена цель собрать тачку, идите до конца просто, собирайте, и вот он должен, финиш он есть, он в любом случае будет, и когда вы соберете ее до конца, и вы точно по-настоящему кайфанете от этого. Ты кайфуешь? Да, я, да. Саня просто кайфует, поверьте, но когда ты к этому шел, ты видел цель, да? Да, ну я видел, да, были сложности, но сложности, ребята, ни в коем случае не должны вас останавливать. Идем до конца и собираем то, что вот должен быть какой-то план идти до конца, и все будет круто. Слушайте, ну круто прям, это было очень позитивно, давайте вам чебоксарскую пятерочку. Чебоксарскую пятерочку. Все, до встречи. У вас уже охрана найдет. Все, да, мы все угоняем. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok